Привет, с вами Иван Будько, автор знаменитой книги «Работа в Дубае». И в этом видео вы узнаете, как Альбина нашла работу помощником маркетологов компании, пока искала работу, как она нашла мужа здесь в Дубае, какие зарплаты у маркетологов, у учителей и ее советы, которые ей помогли, новые советы, которых еще не было на канале. Поэтому досмотрите видео обязательно до конца, и там даже есть будет возможность работы для вас. Поехали! Альбина, расскажи, пожалуйста, откуда ты и почему ты вообще решила ехать в Дубай? Здравствуй, Иван. Я из России, изначально из города Санкт-Петербурга, но работала долгое время в Москве, поэтому приехала сюда уже из Москвы. Выбрала Дубай, потому что давно хотела переехать, чтобы поменять свою жизнь, плюс еще искала себя в мусульманской стране, так как мне эти традиции, мне эта культура более близка, и я хотела попробовать в любой стране Middle East. Но так как ровно год назад в феврале отменили визу русскоговорящим, россияну отменили визу, я, естественно, стала больше метить своей карьеру в Дубае, вот и решила переехать сюда. Друзья, если вы тоже хотите найти работу в Дубае, обязательно получите мой бесплатный курс по поиску работы в Дубае, ссылка в описании. Скажи, Альбин, пожалуйста, где ты работаешь и на какой должности? Я работаю в клубе Альфа Дайвинг. Это дайвинг-клуб сейчас на данный момент единственный для русскоговорящих, потому что там идут консультации для русскоговорящих туристов, да и резидентов Дубая. Занимаюсь продвижением услуг, также организовываем разные мероприятия, кемпинги, туристические походы, поэтому очень такая интересная, насыщенная сфера, которая тоже требует очень большой активности. То есть это маркетинг, да? Это маркетинг, я ассистент по маркетингу сейчас. Супер. Это, кстати, тоже новая профессия для, скажем так, моего канала. Скажи, пожалуйста, сколько там у тебя зарплаты или как она высчитывается, ставка плюс процент? Есть ставка, также есть проценты от привлечения клиентов, привлекаем, я не только туристов, также и здешних людей, идет от этого, ну, плюс-минус 5-6 тысяч дехамов. Как долго ты там уже сейчас работаешь? Я уже работаю с августа, получается, уже 6 месяцев, да. Ну и как тебе там в целом, как вот атмосфера работы, какие национальности? Мира очень интересная, интернациональная, потому что в основном у нас клиенты – это индусы, европейцы. Ну, в основном, на самом деле, азиаты очень активно идут на дайвинг, и им это интересно. Но мы хотим больше все-таки русскоговорящих привлекать, потому что здесь дайвинг, он интересен, и есть что посмотреть тоже. Прошу прощения, мы в отеле Rixos находимся, это шикарный отель, в кафе, здесь рояль, и девушка играет. Музыку, поэтому вы будете слушать музыку. Как тебе работается в мультинациональной среде? Вот кто твои коллеги, кто по национальности, как ты себя ощущаешь там? Мои коллеги – арабы, также есть парочку филиппинцев. Разные, разные люди, соответственно, для меня это не первый опыт. Русскоязычные там есть или нет? Нету, нету. Ну, для меня это нормально, потому что в свои студенческие годы я работала в международной организации, может быть, кто знает, это Айсик. Мы привозили наших разных стажеров из разных точек мира в наш город для того, чтобы они вели разные образовательные проекты. Поэтому для меня английский язык – это такой рабочий язык, который, в принципе, меня не смущает и не заставляет какого-то дискомфорта. То есть ты не чувствуешь себя как-то там странно или не… Как будто это мой родной язык, да. Для меня это нормально. Расскажи вот степ-бай-степ. Альбина вообще ученица в тренинге работы в Дубае за 60 дней. Ссылочку можно на бесплатную версию этого курса найти в описании, если что. Вот что ты сделала, чтобы… Вот что помогло тебе найти эту работу? Могу вообще начать с самого-самого начала. Давай, давай, давай. Процесс. Вообще я искала работу, что делала. Год назад, когда я решила, что моим местом работы будет Дубай, я стала сразу набирать контакты, e-mail, организации, куда буду отсылать. Так как я последние годы проработала педагогом, у меня второе образование – педагог-психолог, естественно, я стала искать в сфере образования. Но те предложения, которые ко мне шли, они, в принципе, были как teacher assistant, это ассистент учителя, что, в принципе, для меня было не так… Низко, да? Не так низко, да. Не тот уровень, скажем так, не точно низко, а ты можешь больше. Да, я хочу давать знаний, и тот багаж знаний, который я накопила в нашей академии, где я работала, для меня, конечно, это было важно, что я не буду каким-то посредником между учителем и учеником, я буду именно что-то делать своими руками и создавать новые материалы. Вот я очень люблю издавать разные методические пособия, работать над планами и так далее. Для меня это было очень важно. И тут не подошло, да? Не подошло, и все-таки зарплаты были не такие высокие, даже на teacher assistant, поэтому… А какие там зарплаты, потому что у учителя… Зарплаты, в принципе, 4 тысячи, дирхам. Это assistant, а учителя? Ну, учителя разные, смотря какие школы. Здесь и опыт тоже нужен. Ну, вот и опыт, вспомни. Могут от 8 до 12 тысяч получать учителя, да, это если в Дубае, смотря по опыту, который у тебя есть. То есть, тоже, в принципе, есть рост, вот, но на должность teacher assistant берут в основном филиппинцев. То есть, как бы, я не чувствовала себя наравне с ними, и я не хотела. Так как у меня первое образование экономическое, я уже знаю, как работать в маркетинге, у меня были определенные маркетинг-навыки, плюс еще я в своей академии помогала продвигать их определенные продукты, я работала тоже как телемаркетинг, делала звонки, работала с клиентами, делала промоушенсы всякие, и так получилось, что я подумала, хорошо, мне просто нужно чуть-чуть освежить эту сферу у себя. Я стала находить разные курсы в интернете, есть платные, есть бесплатные, по Facebook, по Google AdWords, потому что Яндекс Дайрект здесь вообще не работает, естественно. Соответственно, по Google AdWords, по Instagram, то есть я стала все-все-все просматривать, все эти курсы, потому что каждый год в маркетинге новые веяния, новые тренды, и я стала уже четко метить в себе сферу маркетинга. Резюме сделала как-то? Резюме было по маркетингу, потому что, в принципе, даже в моей академии я определенным образом соприкасалась с маркетингом. Вообще, совет, наверное, многим, даже если вы где-то находитесь на какой-то позиции, как сервис или, как это называется, ну, вот не бэк-офис, не в менеджменте близко. Ну, офисный сотрудник, скажем так, да, линейный офис. Ну, пытайтесь продвигать себя, пытайтесь посмотреть, как работает бизнес-компания, смотрите на их процессы, оценивайте, потому что, может быть, вот эти как раз-таки навыки когда-то вам пригодятся, а, может быть, вы потом откроете свой собственный бизнес. Поэтому здесь тоже важно, чтобы вы тоже были активными. Соответственно, я вот как раз из таких сотрудников, кому интересно вкладываться в компанию, и мне было не лень их продвигать тоже, потому что дополнительный навык никогда не помешает. И получается, когда я уже сюда приехала, у меня было одно предложение. Так, а как ты его получила чуть-чуть? Давай отмотаем. То есть было резюме как-то, видеорезюме, делала? Дела, видеорезюме, как у тебя было по курсу, все сказано. Соответственно, составила 500 плюс компаний. У меня был в Excel огромный список этих компаний и мейлов, и туда уже все рассылала. Сначала рассылала, сидя в России, но приходили ко мне отказы, потому что они просили, чтобы я уже была здесь непосредственно в Дубае. Ну, кстати, сразу дам совет здесь, вот как я сейчас рекомендую, вот как это преодолеть, так как визовый вопрос практически уже со всеми странами СНГ облегчился, и в Украине, и в Казахстане, и в России, в Беларуси только не помню. Так вот, вы рассылаете, вот сейчас уже быстро совет, если у вас все правильно, видео-резюме, резюме, LinkedIn-аккаунт, и по первому же требованию говорите, да, я вот скоро буду в Дубае. Чуть-чуть что отвечаете, я скоро буду в Дубае. Назначаете, вот так получаете предложение, два-три предложения хотя бы, и просто берете, вы едете сразу же, и вы сразу едете на предложение, вы не тратите кучу времени здесь, денег, сразу приезжаете на предложение, где-то вы уже устроитесь. То есть, вот такой вот лайфхак. Сразу говорите, да, я скоро уже буду, скоро буду. Ну, они смотрят, но здесь все люди путешествуют, и в принципе, нормально к этому люди относятся. Поэтому, если у вас все до этого подготовлено, это можно сделать, и это поможет. Так, продолжаю. Совершенно согласна, потому что как раз таки у меня так и получилось. Были предложения, которые не хотели ожидать, но вот то предложение, которое меня ждало, я сказала, я через месяц приезжаю, и давайте сразу встретимся. На второй день уже здешнего моего пребывания я пошла на интервью. Мне все устроило, потому что хороший карьерный рост. А что заработать было? По недвижимости. Я вначале тоже искала недвижимость, потому что я смотрю, многие русскоговорящие именно в эту сферу устраиваются, устраиваются успешно. Вот, но меня не устроила все-таки зарплата, и мне не устроило то, что нужно было работать 6 дней в неделю за такую зарплату. А сколько там была зарплата? 600 долларов. Ну да. Это полторы тысячи дирхамов. За такую не, не надо. Ну да, поэтому. Это риэлторам? Именно, прям риэлторам. А, ну, если риэлтору еще даже зарплату платят, то это здесь неплохо. То есть, действительно, они работают за комиссию. Ну ладно, я понял, что вначале хочется все-таки зарплату. 6 дней в неделю, да, 6 дней в неделю работать для меня это было не в приоритете, потому что у меня очень большие амбиции были по приезду в Дубай. Я хотела сдать на права, я хотела выучить арабский, я хотела нормально работать и все равно каким-то образом все равно соприкасаться с педагогической деятельностью, хотя бы парт-тайм или хотя бы онлайн давать уроки, потому что я постоянно работала онлайном тоже в России, педагогом когда была. То есть, у меня было несколько сразу работ. Я работала тоже 6 дней в неделю, но педагогическая сфера и, например, сфера риэлэстепт или маркетинг. Ну, то есть, это твоя сфера, которая тебе нравится. Да, да, поэтому это больше как мое хобби, и я готова там действительно 20 часов в день уделять, потому что это мне нравится. То есть, ты оттуда отказалась, а дальше что начала делать? Потом, через полторы недели ко мне пришло другое предложение, потому что сидя уже здесь, я все равно рассылала, рассылала эти e-mail, которые я уже подготовила опять в России. То есть, я сюда приехала с подготовленной Excel-табличкой, с подготовленными e-mail'ами и уже здесь им отсылала… Ну, и другими резюме, видеорезюме, да? Да, да, да. Видеорезюме в основном я не отсылала. Не отсылала? Не отсылала. Отсылала только в России. Нет, не боялась, потому что почему-то откликов особых не было. Вот, но… Может, потому что не отсылала. Где-то отсылала, где-то нет. Нет, я выбирала именно… А почему? Странно. Не знаю почему. Странно. Не, надо везде отсылать. Я сейчас ученикам еще рекомендую, причем в первые две-три строчки вставить, там, привет, я хочу занимать… ну, здравствуйте, я хочу такую-то должность занимать. Please take a look at my video CV. Ссылка. И потом уже мотивационное письмо. И тему, кстати, я всем рекомендую писать «video CV for», ну, и там, «должность». Потому что это сразу выбивается, вообще, «video CV» сразу. Потому что я, когда набирал здесь людей, здесь такого, ну, никто не делал. Вот, это сразу будет выбиваться. Ну, вот, только надо не стесняться. Ну, ладно, хорошо. Да, я стеснялась как-то. Ну, в любом случае, ко мне пришло предложение в местной компании. Там женщина local. Они занимаются переработкой, получается, как мусора. Ну, такая, как некоммерческая организация. Мне эта сфера тоже интересна. И туда я, они меня попросили на должность research assistance. И это был очень интересный опыт для меня. Именно прохождение интервью и ассессмента. Потому что они меня пригласили на двухчасовой ассессмент. И дали мне пять заданий. В этих пять заданиях нужно было, первое, создавить бизнес-письмо. Второе, составить коммерческое предложение для их компании. Третье, нужно было составить какой-то пропозал для мероприятия, которые они ежегодно проводят. И второе задание я не помню. Там четвертое, пятое я не помню сейчас. Ну, в любом случае, я была заключена в таком месте. Меня посадили в кабинет без интернета. У меня был только компьютер. Телефон они сказали убрать. То есть я всю сумку, все-все-все остальное убрала. Потом втихаря они подсадили ко мне женщину из их компании, которая как бы следила, что я там делаю. Вот. И, соответственно, ну, меня это не смущало, потому что… Ну, они хотели реальные навыки протестить, да. Да, естественно. Единственное, что меня спутило, что я из интернета не могу скачать картинки в PowerPoint, чтобы сделать красивое коммерческое предложение, шрифты скачать и так далее. То есть я этого не могла. Вот. Но я подумала, ладно, хотя бы контент самое важное я донесу. Вот. Но самый большой плюс был, что когда я зашла в этот кабинет, я взяла их брошюру, годовой отчет по 2016 году. И у них были все-все-все мероприятия, в них были все отчеты. Описания. Описания. Соответственно, пока я сидела и это все делала, я листала их журнал и как-то пыталась уже новые коммерческие предложения, потому что они уже делали в 2016. И как в итоге сделала, не сделала? Там вообще руководительница была просто в шоке. Они сказали, пожалуйста, посидите буквально 40 минут. Сейчас, пока руководительница освободится, она уже все посмотрела. Но так как вы на туристической визе, мы хотим вас сразу, чтобы вы не уехали обратно в Россию. Да, как там, кузишь железо когда горячо или как-то, не отходя от кассы. И, в общем, мне так это, конечно, понравилось, мне подняло это самооценка. А сколько там обещали зарплату? Зарплату она вначале обещала 6 тысяч. Она сказала, через полгода мы обязательно ее повысим. Но она сказала, мы работаем очень усиленно, 6 дней в неделю, с переработками. С 8 до 8, не шучу. У них официально по контракту до 5. Но, как она сказала, что здесь никто не уходит раньше 7. Меня это очень сильно смутило, потому что, опять же, я не приехала сюда как такой работник, который не знает свежего воздуха. Все-таки здесь море и так далее. И работать 6 дней в неделю, значит, я буду просыпаться в свой выходной и просто ничего не хотеть делать. Это вот так вот. И ты тоже оттуда решила? Я им сказала, давайте я все-таки подумаю. Но через неделю я им позвонила и сказала, что нет, меня это предложение не устраивает. И потом через знакомых я как раз таки нашла Альфа Дайвинг, вот клуб по дайвингу. И там мне как раз таки предложили продвигать услуги для русскоговорящих. Посмотрев, ознакомившись с их вообще деятельностью, я поняла, что им нужно продвигать не только для русскоговорящих, но им нужно свой маркетинг действительно повышать. Потому что то состояние, на котором они находились, ну, даже веб-сайт был ужасный, честно. Ну, я, конечно, не супермаркетолог, но я знаю, что такое классные сайты. Соответственно, я все полностью переделала. Я сделала ее на другой платформе, русскоговорящей платформе, наши российские все-таки разработчики. Но, по крайней мере, там они все быстро реагируют, все красиво, все четко. Даже есть SEO-оптимизация, они все предоставляют. То есть было все четко сделано, и я создала уже, стала продвигать Facebook-группу. Мы вот все постепенно-постепенно наращиваем тоже подписчиков. А вот тут у меня немножечко хочется отмотать. Ты сказала, через знакомых уже, то есть ты искала работу, но как-то вот расскажи этот момент, расскажи немножечко про знакомых, где ты взяла этих знакомых. Вот давай вот это немножко погрузимся. Это были знакомые моего мужа, потому что мой муж тоже, он любит дайвинг. Вот тут вот интересная история. Мы с тобой как раз общались, я знал такую историю. Расскажи, как ты познакомилась с мужем? С мужем я познакомилась на третий день моего прибытия в Дубай. Так, а как это получилось? Как это получилось? Иван провел тренинг в апреле. Не тренинг. Дополнительный вебинар для тренинга. Работа в Дубай за 6 дней провел его, да? Закрытый. И одно из заданий было зарегистрироваться на трех платформах. Meetup, Internations, что там было третье, я уже не помню. У меня там есть, да, список. Этот список есть в твоем курсе, в принципе, кто проходит курс, обязательно это делайте. Прям самый лучший совет был для меня, потому что ты сказал, что нужно нарабатывать сеть своих знакомств, потому что, возможно, кто-то из них вам поможет найти работу. Ну, естественно, я стала везде-везде тыркать, себя во всех группах как-то регистрировать, да. И нечаянно, так как я сидела через телефон, пока еду в метро в Москве, видимо, я зарегистрировалась на какой-то ивент, и как раз-таки организатором был мой будущий муж. И мне писало очень много людей, всякие индийцы, пакистанцы. Я ни на кого не реагировала, но тут как бы адекватное сообщение. Я подумала, ой, ну, видимо, действительно какое-то событие. А что за сообщение? Здравствуйте, вы идете на следующее мероприятие? А это вообще почему было посвящено мероприятие? По-моему, Global Muslims. А, я понял. Да, то есть это для наших братьев, сестер, мусульманов. И он спросил, идете ли вы на следующее мероприятие, потому что я организатор, и мне нужно точное количество людей, которые приходят. Я говорю, вот, извините, не могу, потому что я в России, но я усиленно ищу работу. Через два месяца я уже купила билеты, я там буду. Не могли бы вы мне помочь найти работу? Супер. Он такой, а в какой сфере? Я говорю, ну вот, маркетинг ассистент. Он такой, хорошо, давайте, высылайте свое резюме, я посмотрю среди своих знакомых. Ну и все. На этом все закончилось. Потом через некоторое время, где-то через два дня, он мне написал, а можете свой ватсап номер дать, чтобы как бы я тоже как-то вас координировал. Вот. Я ему дала свой несуществующий ватсап номер, которым я практически не пользовалась. Мы вначале там стали переписываться. А потом я поняла, что он действительно, он хочет мне помочь. И он действительно готов был уже рассылать туда-сюда. И мы уже добавились друг другу на фейсбуке, стали переписываться. Он мне везде говорил какие-то советы. Без намеков ничего, без никаких намеков. Ни я, ни он как бы ни о чем таком и не думали. Потому что я была уверена, что я найду работу. И он тоже был уверен, он сказал, что я просто действительно хотел тебе помочь. Это уже потом он впоследствии сказал. Да. Прикольно. Соответственно, мы на третий день встретились, потому что у меня уже было несколько интервью с компаниями. Вот я ему сказала, как у меня ситуация обстоит. Он говорит, давай с первой компании ты все-таки подумай. Посмотрим там, как дальше будет. Не торопись, не надо соглашаться. А он откуда муж? Он сидит за кадром, кстати. Он из Египта. Он уже здесь работает 13 лет инженером. Поэтому он, в принципе, хорошо знает этот маркет. У него семья здесь тоже живет. То есть, как только я приехала, через две недели он мне сделал предложение, на которое я сказала да. Через три недели я познакомилась с родителями, с семьей его. И уже через полтора месяца, так как долго велось процессы с документами, там, Дубай-корд и так далее, мы поженились. У меня приехала сюда семья, мы поженились, да. Это было очень быстро. Это в августе было, да? Да. То есть, вы уже полгода женаты, да? Да, полгода. Наверное, да. Для всех это, конечно, шокирующим, но могу сказать, что для нас в исламе это нормально. Мы можем два дня знать друг друга и жениться на следующий же день. То есть, как бы здесь ничего такого вау нету. Кстати, добавлю, добавлю, это уже второй случай, когда после тренинга работы в Дубае за 60 дней пара женится. У меня было еще два других участника, они оказались из Казахстана, парень и девушка. И вот они там, выполняя домашние задания в тренинге, там надо было созваниваться, там проверять друг друга. Ну, в общем, там есть внутренние такие задачи специально, чтобы люди знакомились. Они познакомились, поженили, потом еще девушка работу нашла, а сейчас у них уже ребенок. И тут, когда я узнал, что второй случай произошел, я думаю, ну это вообще... Иван, ему уже нужно открывать дейтинг-агентство. Ну, я уже начал тренинг по гармоничным отношениям. Это уже следующий апселл я буду делать. Так, вышли замуж на моем тренинге, быстро ко мне на тренинг, вообще супер. Я прям поздравляю, поздравляю. Напишите поздравление в комментариях, вот так получилось. Ну, в общем, и через знакомых мужа в итоге мы нашли вот это альфа-дайвинг-центр, где я до сих пор работаю. Почему я все-таки остановилась на дайвинг-центре? Потому что это работа, которую я могу делать тоже из дома. То есть частично там с партнерами, когда с клиентами работаем, да, я выезжаю, но основная маркетинг-работа, она дома. То есть это продвижение, это звонки, другие, да, какие-то промо-материалы. То же самое, когда брошюры мы составляем, визитки. Вот я все, все-все-все, баннеры, визитки. Что мы еще делали? Печати. Это все делала я, вот, потому что у них до этого ничего не существовало. Вот, так что, в принципе, эту работу можно делать дома. Просто нужно находить потом людей, где это все печатать. То есть ты, в принципе, работаешь даже так, ну, не постоянно в офисе, да? Нет, не постоянно. Супер вообще, ну, такое прикольное, да. Тогда, когда нужно. Поэтому, так как у меня появился муж, и я понимала, что я не могу работать и приходить с работы позже, чем приходит мой муж, а для меня это было самым просто шикарным вариантом. То есть даже в Дубае такое можно найти. Те, кто хотят, те находят, видите. Те, кто ноют, те дома сидят. Просто, действительно, самый большой совет. Не нужно фокусироваться только на сферах сервисинга, как официанты, рассыпшаницы. Да, у многих вот только там могу устроиться. Это миф. Не надо, не надо, не надо. Мне кажется, у наших СНГшников, да, очень большой потенциал на то, чтобы работать даже в менеджменте. Тот же самый элементарный маркетинг. Потому что сейчас, как мы уже упомянули, очень много курсов в интернете. Просто изучите, просто потратьте время ночами. Я тоже ночами сидела, изучала. Да, мне кажется, все ночами сидят и изучают, как же продвигать. Не все. Ну, в общем, в любом случае изучайте, двигайтесь вперед. Потому что здесь нужны маркетологи. Здесь в любой сфере даже продвижение сайта и другие вещи. Но, мне кажется, даже в нашем потом Diving Center нам нужны будут еще больше команды маркетологов. Если мы будем разрастаться, там, та же продажа товаров, продажа чего-то другого. В любом случае, везде нужно это. Вот какие ты советы дашь? Тогда мой следующий вопрос. Вот какие советы ты можешь дать тем, кто нас смотрит? Вот исходя из своего опыта, да, там, любого типа, может быть, точечные какие-то общие. Ну, первый совет, наверное, ставить определенные ожидания, но не завышенные ожидания. То есть, должен быть определенный план, что, да, вы найдете работу, что вы все-таки останетесь в Дубае, что вы не уедете отсюда через месяц. Ставить определенные цели, но не думать, что все вначале будет просто шикарно. Честно скажу, тоже мой первый месяц был не такой здоровский здесь. Я даже думать не могла, что это Дубай, потому что я жила среди индусов. И были не хорошие условия, и были девочки, со мной жили, но все равно те условия, которые мне предоставили, они были не Дубайской. Это нормально, да. Я уже снимал, кстати, про это видео, что да, вначале вам будет тяжело, скорее всего. Будьте готовы к этому абсолютно. Да, к этому нужно быть готовым, но, опять же, от этого не нужно бежать. Потому что, ну, если вы уже проделали путь, да, допустим, я вот проделала путь с февраля по май, чтобы сюда переехать, я все просто оставила в Москве. То есть, я сделала так, чтобы меня ничего потом не подтянуло обратно в Россию. Я сразу сдала свою комнату, я уволилась с корнями, то есть меня просто... Такие люди находят работу, да. Не было плана Б, все, есть только один план. Потому что я себе сказала, если у меня останется там даже комната, то я, у меня будет запасной вариант, и я вернусь. Ты не сделаешь все действия, то есть не приложишь максимум усилий. Совершенно верно. Обычно вот это вот, многих, они боятся прям отказаться, ну и поэтому ничего не находят. Да, поэтому нужно не бояться, и нужно все равно себя совершенствовать. Потому что с таким, в мире таких возможностей найти можно все, что угодно. Просто нужно не быть, наверное, ленивым, нужно тоже понимать, что вы ценный сотрудник, вы не нужно занижать себя. Все-таки здесь нужны хорошие кадры. И я считаю, что мы не те страны третьего мира, которые плохо образованы, которые как-то имеют какие-то навыки. Все-таки у нас тоже в характере есть такая живинка, то есть и стержень, который помогает нам в любой ситуации выжить и быть очень классными. Это очень важно, себе ставить определенную такую оценку и не занижать себя. Вот это прям… Верьте в себя, блин, верьте в себя. Вот это вот действительно… У нас действительно очень много талантливых людей, которые думают, что они могут здесь работать только официантами. Да это чушь! Вы здесь можете работать кем угодно, любимым делом заниматься. И это очень круто. Поэтому не занижайте себя. Я тоже всегда этого поддерживаю. Ну и как маркетолог сейчас могу сказать, что в любом бизнесе нужен маркетинг. В любом абсолютно. Поэтому начинайте, возможно, сейчас что-то делать, а потом уже сюда приедете с определенными навыками и уже начнете тоже по этой же сфере кого-то там продвигать, какой-то бизнес и так далее. Вас точно возьмут и вас будут заинтересованы работодатели. На самом деле, друзья, приглашаю вас в наш клуб Альфа Дайвинг. Нам тоже нужна будет команда в скором времени. Обязательно пишите. Ссылки в описании будут. И если вы даже не заинтересованы в работе здесь, то тогда просто можем вместе подайвить. Можно будет поехать на ту же Фуджеру к Индийскому океану. Там очень интересно. Поэтому буду рад ответить на все ваши вопросы. Если нужна будет какая-то помощь по тем же контактам, которые я нарабатывала 500 плюс компаний тоже. Ооо, это я думаю тебя завалит теперь вопросами. Могу тоже все скинуть. Мне не жалко, потому что, в принципе, то, что я хотела, я нашла. Я могу точно так же теперь с вами поделиться. Возможно, вы в маркетинг-сфере тоже что-то себе найдете. Вот такое получилось интервью. Напишите ваши комментарии, насколько вам понравилось, было ли для вас это полезно. Потому что для меня это очень важно, чтобы вы это писали и давали мне обратную связь. Обязательно подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать новые видео. Добавляйтесь в бесплатный курс по поиску работы в Дубае. Ссылка в описании. Собственно, когда-то Альбина тоже прошла этот бесплатный курс, потом записалась уже там на тренинг дальше. Обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Поделитесь этим видео с друзьями. Добавляйтесь ко мне в соцсети и задавайте там ваши вопросы. Тоже ссылочки есть в описании по поводу работы. Я еще пока отвечаю. Еще есть такая возможность. И, конечно, приезжайте в Дубай. Здесь хорошо. Пока. Здорово. Привет, everybody! Для этого с welcome… Субтитры сделал DimaTorzok